Всем привет, друзья, ребята, с вами Юран, и мы продолжаем прохождение снайпера и телевизорный снайпер. Это у нас с вами была прошлая... Прошлая, точнее, миссия по сети агента. Выполнил статус задания из 42421 очков. Мы с вами набрали на службе снайпер. А мы идём дальше, перейти к следующему заданию. Итак, возвращение Карлоксона, уничтожить склад Горючего. Поехали. Ага. Склад находится под контролем сил Эмиссайер. Командующий складом близкий друг Геббельса. Человек, лично отвечающий за связь Эмиссайер с командованием Вермонта. Заберите книгу Радио Шихов, которая находится у командующего. Ага. Убейте его. И уничтожьте склад. Ага. Это нарушит планы нацистов и позволит нам выиграть немного времени. 19 апреля. Я понимаю, что в этом задании мы не сможем обеспечить вам достаточной поддержкой. Мне поддержку никогда не могли обеспечить. У нас с агентом в Берлине был жалкий остатк немецкого сопротивления. Однако ситуация не безнадежна. По последним данным, немецкое командование очень боится утечки информации, поэтому старается минимизировать количество занятых в операции людей. Но это... Дай сказать... Он приедет на поезде. Ага. Книга радиошифров спрятана в его бункере. Ага. Нужно дождаться момента, когда командующий достанет ее из тайника, убить его и захватить к нему. Все понятно, ГСМ, государственный склад мародеров, наверное, так и переводится, но по всей видимости, потому что у нас с тобой там же одни мародеры, одни бандиты и всего прочего, ничего больше нет. 19 апреля, так, 19 апреля, мы с вами все прочитали. Все, что это ГСМ разрушит два нациста. Все, в принципе, все ясно и понятно. В двух словах, в фрацах, можно было все это описать. А у нас с вами какие-то... Кто? Ага. Мы с тобой ночью, по всей видимости, играем. Так, мы с тобой легли возле кучи отложенных аптечек с патронами. Это очень, в принципе, радует. 50% у нас с тобой видимости, поэтому мы с тобой особо не палимся. Нас особо с тобой не видят. Если мы с тобой поднимаемся, то что происходит? А все равно нас плохо видно. В кустах, как я понимаю, наверное, можно прятаться, потому что в кустах, допустим, в следующих частях там это делали получше, полегче и попроще. Мы с тобой сохраняемся, наверное. Потому что мы с тобой вроде как не записывали вообще игру. Так, у нас с тобой что такое? Пять целей, прикинь, смотри. Так, у нас какие-то полоски зеленые с красными непонятные стрелочки. Незаметно проникнуть на территорию склада ГСМ и установить заряд с таймером возле главного топливного клана. Клапана. Погнали. Кто-то стреляет. Кто-то стреляет, по всей видимости, с пушек, разрушенные танки, уничтоженные. Это близ окончания уже войны, то есть уже у нас с тобой, мы понимаем, дата 1945 год, уже апрель месяц, собственно, и... Кто-то по нам... То ли по нам стрелять, то ли это минное поле, не поймешь. Скорее всего, по нам стрелять, вероятнее всего. Так, вы недостаточно спокойны, в смысле недостаточно спокойны. Я спокойнен, как никто другой, все. Одного на вынос. Бабах! Все! Снайперюгу накрыли, на-а-а! В кустах там засел, будет он там. В кустах у меня еще сидеть, дергаться. Так, прожектор. Перестройки. На! Ветра нет, поэтому у нас с тобой прицельная дальность, самое главное... Приподнять прицел чутка. Поляшками мы не попадаем. На! Хорош! Смотри, сейчас пуля летит. Крутится еле-еле. Все размывается. Бах! Все, атака. В кровных местах все должно выглядеть мирно, чтобы старший офицер не узнал о том, что охрана... ...ликвидирована и не сбежала. Ага. Все должно выглядеть мирно. Давайте, ребята, выглядите мирно. Так, ну, в принципе, смотри. У нас с тобой вроде как никто не палится, по сути. Там один наверху спрятался. Залег. На дно, так сказать. Посмотрим. Главное быть аккуратными, осторожными. Почему не могли узнать, где просто ходит стайник? По всей видимости, об этом знает, наверное, только офицер, поэтому, разумеется, там никто не сообщает, где находят стайники. Так, самое главное, осматривать все уголки, и особенно верхи, потому что могут сидеть снайпера. А здесь никого не видно, здесь никто не палится. Они здесь как сидели, так и сидят. Танк. Так. Нас что, надо здесь все заминировать. По всей видимости, там показывают кто-то... Дальше, здрасте. Бабах! Хорош! А почему в торот не попали? Братан, ты че там? Так. Давай поставим динамит тогда мы с тобой здесь. Так. Че у нас с тобой? На О, на П, на Р. Бомба. Наверное, сюда. Так. Х, чтобы... А сколько надо поставить? Так. А, ну, наверное, нам с тобой слишком много, это не нужно. Мы с тобой можем поставить... На одну минуту, может быть. Так, подожди. А сколько надо поставить? Незаметно проникнуть на базу, установить заряд с таймера возле головного клапана. Сколько времени ставить, нам с тобой никто не указывает, поэтому мы тогда поставим на столько времени, насколько я считаю нужным. Я буду ставить на одну минуту. Все. Все. Ставь, поставили таймер на одну минуту. Как и просили. Нет, они просили поставить, я поставил. Как бы здесь. Я просто боюсь, сейчас здесь как жахнет, что меня может разнести. А, он, наверное, может быть на поезде должен прибыть, походу. Смотри, слушай, а вообще-то он сейчас за медь спалит. Нам нельзя подходить. А что делать? Сейчас нас с тобой, может быть, просто поднять. Просто боюсь, что он сейчас взорвется и меня зацепит. Так. Так. Так, бросаем. Как убросить? Давай. Братан, хватит. Слезай. Как тебя? Давай, в конце концов. Собака. Спадать не хочет. Прикинь, не хочет сваливаться. А, вот, положи тело. Все. Это, короче, там сейчас чуть-чуть базарит. Сейчас мы его тоже снимем. Давай, вылезай там. Врёшь, не уйдёшь. Если так, то я там не уйду. Знаешь, что мы с тобой сделаем? Мы просто с тобой возьмём. А мы с тобой не возьмём, потому что у меня нет ничего. У меня граната-то нету. Вон, видишь, голова, смерть торчит. Сейчас мы его под затрещинами, как пули, дадим. Смотри сразу, как залёг. А, испугался. Так. Сейчас, погоди. Он успокоится. На! Смотри. Бах! Насквозь, скусь текстуры. Видал? Пять тела ворогов в укромных местах. Так. В принципе, те наверху, он под... Ты чё там, слышь? Вылез откуда-то. На! Всё, хватит стрелять. Тоже всё-таки выглядело мирно. Так. Поднять тело. У нас с тобой не указано. Я напоминаю, что не было указано, на какое время ставить таймер. Мы ставили на одну минуту. Но весьма странно. Вроде как, уже прошло больше минуты. Это точно, я вам гарантирую. Но взрыва так и не случилось. Может быть, иной к лучшему, наверное. Ай! Давай, братан, слезай с меня. На! Мне просто для меня странно... Бах! Всё, локоток. Для меня непонятно, что... Укромные места, как бы... Все... Считаю, как будто куда-то бы исчезнут. То есть... Как бы... Я не понимаю, как... Можно вот увидеть, что никого нету. Никого нету. И воспринять это как то, что всё в порядке. Давай, давай, слезай. Успеем ещё покататься с тобой. Но! Бах! Кепочку. Минус кепочка. Так. Просто, если они сейчас будут... Сколько времени они... Будут выбегать здесь и появляться... Как бы... Вопрос. Такой. Просто вопрос, как бы, да. Где считать укромные места? На! Хорош! Как бы, такое абстрактное понятие, укромные места, здесь как бы не объясняется. Что это? Где это? Так. Хорош! Ещё одного мы с тобой вынесли. А, ну, явно, как бы, укромные места, как я понимаю, это не... Не вот эти места, не открытые. С нами с тобой надо их куда-то оттащить. Короче, я понял. Прежде чем мы... Пока мы с тобой не заложим все бомбы, как здесь написано, они не приедут. По всей видимости, может быть, они приедут на машине, я уж не знаю, конечно. Может быть, на поезде. Если на поезде, будет вообще беда, потому что они всё обнаружат здесь. Всё обнаружат здесь и всё увидят. Но мы с тобой можем, в принципе, здесь их спрятать. Так, мы с тобой здесь его положим тогда. Давай, братан, отдыхай. Сейчас мы с тобой возьмём ещё одного. Вот видишь, что они делают? Они вот от... Непонятно, откуда появляются до бесконечности, и не поймёшь, что делать. Успокойся ты уже, хватит стрелять. На! Хорош! Бах! Наклонился мы тебе, как тебе в ухе... В ухе-то стреляет. И тебе, братан! Ой, подбородочек! Так. Давай. Оп! Сейчас поднимем. Что реально, если сейчас будут до бесконечности вылезать, это будет вообще печаль-беда. Что нам освари, нам где их прятаться? Одного гасанули, второй вылез. Третьего гасанули, четвёртый вылез. Пятого, пятого, шестого, шестого и так далее. Всё друг за дружкой происходит. Такая беда. Печаль-беда. Трагедия. Финиталя комедия. Хорош! Ребята, вы чё? Стоять на месте. Оттого, что ты мне говоришь стоять на месте, это как-то никак на меня не играет никакую роль. Понимаешь? Никакого толку нету. Какие-то обещанцы нарисованные. Как обычно у солдата не нарисованные. Так, мы сейчас его... Чё там такое? Кто стреляет? Ребята, ну перекращайте вы уже. Хорош! Зубки-то тебе почистили. Нашей снайперской винтовочкой. Так, тщательно бы скатил. Чё дальше? Подожди. Ничего не понимаю. Он его поднимать не хочет. Так. Железненькие кружечки. Касочки. Вообще можно было по-хорошему переодеться. И сделать вид, кого здесь что-то случилось. Мы с тобой, значит, сюда их сейчас покидаем, побросаем. Давайте мы здесь сейчас кучу просто навалим. Будет куча ребят. Видишь, что они делают? Они все вылезают и вылезают. Он его не хочет поднимать, ты видишь? Так он его не хочет поднимать. Чё не понимаю, бред какой-то. Так. Смотри, сколько их тут народу валяется. Мы где всех-то искать-то будем? Танк. Какая-то музыка заиграла. Причём очень подозрительно, понимаешь, что играет музыку. Давай, наверное, дальше их сделаем. Тогда я сейчас их всех просто попереложу. Если вдруг кто-то ещё будет появляться, я их тоже ещё и других ребят попереложу. С тобой всех сюда попрячем. Пускай они здесь валяются. И тогда мы с тобой продолжим, чтобы зря просто так мне не занимать моё место на SSD-шнике. И без того, бедным, который пишет просто гигабайты, терабайты моих видеороликов на себя. Поэтому сейчас мы с тобой давай всех переложим, туда заложим этот динамит и продолжим. Не переключаюсь. Короче. Вроде как, ребяточки, порешал я всё это делал. Смотрите. Самая для меня большая, конечно, странность, то, что валяется кругом ППШ. Да? Автоматы. Те, которые, разумеется, мы никуда не денем. Ну и, соответственно, пятны крови, которые могут заметить просто... Когда приедет этот так называемый офицер. Да? С тобой нужно здесь тоже закинуть бомбу, поставить. Так. Мы с тобой берём бомбу. Выбираем, ставим её на одну минуту. Так. Удерживать, чтобы остановить. Ага. Всё понятно. Так. Оставьте бомбу для главной цели. Выйти из этого режима. На Ай. Далее установить заряд возле главного вентиля. Так мы с тобой уже установили вроде. Смотри, как гопота бежит. Шатается. Мы с тобой вроде... Так мы её уже став... А-а-а. Странно. Ладно. Так. Её надо было не бросить. Понял? Она была вот так. Эть! Задача выполнена. Так. Значит, цель 3 у нас с тобой. Ждите, пока командующий не войдёт к себе. Вообще для меня странностью является то, что... Знаешь, что странно всё для меня является? Для меня странностью огромное является то, что мы с тобой на одну минуту поставили бомбу, которая проще сможет взорваться. Так. Ага. Всё понятно. Здорово. Подожди, он сейчас здесь спускаться же будет. Бабах! Бам! Всё, короче, взлетело на воздух. Звука нет. Но, как бы, он только подъехал. И он, чё, увидит, что, типа, всё в порядке, серьёзно, когда здесь всё разнесло. Всё попадало, всё повзрывалось. А, ну, тогда не провалено, естественно. Тогда не провалено. Всё раскрылось, узнав, что охрана объекта уничтожена. Но охрана объекта не уничтожена, там просто взрыв произошёл. Мы с тобой на одну минуту всего лишь поставили. Надо было ставить минут, наверное, на 15. Я думаю, на 20. А, подожди, а мы с тобой ещё засейвили страну. Где-то, что делать теперь? Короче, мне придётся сейчас всё заново, ребята, проходить. Потому что у меня с охраной стояла там, где я как раз-таки установил уже бомбы на таймер на одну минуту. Надо было ставить больше. Хотя бы минут 30. Но, короче, жесть полнейшая. Но, чё-то поделать. Ещё, короче, танк свалился. Непонятно таким образом. Пока я тут проходил, он как-то сверху, короче, спал. Спал. Уснул, короче, и спал. Вниз. С этого. С обрыва. Дичь какая-то. Почему он уничтоженный и не ездил? Не знаю, что за чушь. Короче, меня эти бомжи, которых я здесь сейчас разнёс, уже фактически закончил. Фактически закончил. Челиков всех поразложил. Короче, выбегают трое. Один там справа, который гасанул меня. И двое там спереди были, из бункера вышли. Трындец просто. Такое чувство, как будто они здесь добитка, если спавнятся. Такая чушь, я просто не могу. Самое главное, как я понял, лучше смотри, кое-что сделать. Что нужно сделать. Бах! Всё, хорош. Самое главное, это вот именно с этого пути вот отсюда убрать тела. То есть там, где он будет спускаться, вот тут пойдёт. Потом он, соответственно, спустится в бункер. А суть заключается в чём? Собственно, что можно их убрать, в принципе, даже по домам. Пораскидывать. Здесь пятны крови, я не понимаю просто. Но это на самом деле чушь какая-то. Потому что он должен, заметьте, пятны крови, куда все подевались, никого нет, все куда-то попрятались. Но как бы это, ну как бы, как минимум, наверное, нелогично. И очень-очень странно. Вот сюда можно их себе попрятать. Кто ближайший с этими баками здесь. Прямо сюда закидать. Всё равно здесь не пойдёт никуда. И всё. В принципе, осталось чуть-чуть, я надеюсь, по крайней мере, очень на это. Я думаю, что ещё трое или четверо могут выйти. Что там вот никого нету. Кто-то не выходил. Вот он он. Ещё один. Хорош. Сейчас вот там, наверное, двое выйдут, скорее всего, из бункера, как я понимаю. Ещё вот оттуда никто не выходил из казармы. Они, кстати говоря, как-то странно вообще. То есть, их сейчас там нету, а потом они, скорее всего, там заспавнятся. То есть, они, по всей видимости, появляются. Потому что изначально такого количества здесь просто нету. Так что, ребяточки, давайте-то всё доделаем и продолжим. Короче, вроде как мы с вами закончили. Как раз, ребяточки, давайте мы с вами заодно сохранимся. Потому что заново... Не особо что-то хотелось бы мне всё это потом поперепроходить заново. Но смотри, вот только сказал закончили. Хорошо, что я сохранился. Только сказал, что закончили. Видишь, они взяли и вышли. Видишь, что теперь надо... Теперь надо мне опять вот ещё раз их всех... Убирать. Это двое как раз, вот эти, которые там туда вылезли. Да чё такое? Ты издеваешь, что ли, до мной? Давай, шапошник! А, ещё один. Здрасте, приехали. Ещё и третий там, что ли, образовался откуда-то. Ребята, дичь полнейшая какая-то просто. Сначала их реально лучше выносить, а потом тогда уже и ставить всякие эти бомбы. На, всё. Короче, давайте давайте сейчас тоже оттащим отседого и продолжим. Там ещё поперли. Слышь вообще, чё происходит? Просто происходит чушь какая-то. Откуда они все берутся? Что за чукня вообще? 150 миллионов народу просто на полтора квадратных сантиметра. На! Глазёнку тебе твою. Ребят, просто какая-то жесть. Вот, посмотри, сколько теперь, чё опять мне оттаскивать? Чё такое-то? Тут штаны, смотри, свои чёрно-коричневые, обдрызстанные здесь. Сушит. Короче, я надеюсь, что сейчас у меня, после моего вот этого сохранения, здесь никто не выбежит и не появится, потому что 150 миллионов народа мы с тобой уже здесь поперегасили. И у нас с тобой просто на сохранке уже возможности, ну, просто чисто банально, но нету. Потому что сейчас у меня ещё очки плюс поотбирают. Это, конечно, не критично, как бы, я понимаю. 10 минут. Давай, наверное, с тобой мы с тобой, знаешь, что сделаем. Используем для регулировки времени. Так. Так, мы с тобой нажимаем X. И... Так, чё у нас там предлагается? На Айдова посмотрим. Выход из режима X, чтобы установить бомбу, собственно, 10 минут. И... Полчаса. Полчаса максимум. Давайте на полчаса поставим. На полчаса нормально. Так. Дальше выполнено. Ставить заряд возле пульта управления. Время здесь, я напоминаю, ребятушки, не указано, поэтому ставить на одну минуту, даже на пять минут, не нужно. Это слишком мало будет. Теперь нас с тобой надо поставить здесь. Самое, что интересно, что он здесь будет проходить, как он... Не заметит, что, как бы, здесь... Установлены мины. Здесь валяются автоматы кругом, и кругом кровь. Это очень подозрительно, что он, типа, не обнаружит то, что кто-то там якобы... Помер. Это дичь какая-то. Ну, ладно. Так, прибывает командующий. Ждаем, когда он там подойдет к себе. И потом, скорее всего, надо будет вынести. Будем надеяться, что он пойдет именно по той дороге, там, где я думаю. Да, напряг, ребят, с этой миссией. Причем очень большой. Всех нужно куда-то поубирать, повыносить. А это такое себе удовольствие, я вам скажу. Если честно. Ну-с, что ж, ждем. Вижу кого-то. Походу, он. Один-одинешенько. Как только зайдет, надо будет его выносить. По всей видимости, все ребята из бункера, как я понимаю, повыбегали. Разумеется, он ни пятен крови, ничего абсолютно не видит. Это очень просто как-то подозрительно, если честно. Ну ладно. Наше дело с вами это выполнить задание, понимаете? А все вот это вот остальное, оно... Так сказать, не нужно. Во. Мало-помало шагает. Это реально странно, не обращая внимания, вообще просто вот, ну, ни на что, ни на кого. Какие-то бочки с квасом стоят. Т-34 обдрыстанный. Так. Сейчас он выйдет, нам надо будет его загасить. Где он там? Давай по радио объявим, что здесь предатель объявился. Шапогаса 0 стульчик. Лагерный. О! Предатель. Смотри-ка, кепку свою бросил. Хоть довольно молодой, по-моему, для какого-то слишком высокого звания офицера. Карта, короче, какая-то. Берлин, походу, каких-то ходов непонятных. Чё это такое написано? О. Оберсер какой-то, короче. Какой-то оберсер. Короче, можно к нему теперь ворваться, нам что прежде лучше сохраниться, конечно же. И мы с тобой можем спокойно к нему идти в гости, так сказать. На чаепитие. Ну, для него это чаепитие, разумеется, станет последним. Кто что-то базарит там опять? До свидания. Здесь какие-то стульчики какие-то. Так. Здорово. Враги. Вот те враги, братан. Враг, самый главный, это у нас ты. Так. А именно... Предатель. Так. В принципе, с тобой можем ещё раз как-то храниться, потому что вдруг ты у нас там можешь с тобой ожидать. Но с тобой осталось только убежать и всё. И на этом у нас с вами, ребятушки, как-то так. Да, всё. Сколько времени осталось? На минуту, наверное, 15, как я понимаю. Ну, приблизительно. Почему бомбу нельзя было заложить в конце, нужно было заложить её в начале, непонятно, на самом деле. Разработчики могли эту тему предусмотреть просто, потому что закладывать её заранее, но это такое себе удовольствие. Особенно с учётом того, что здесь не указано время. На какое время нужно закладывать бомбу. А это, разумеется, проблема. Потому что отне здания можно заложить на 2-3 минуты и в итоге... Просто проиграть. Ну, это всё. А мы, ребятушки, с вами сбежали. И закончили нашу с вами миссию. Так что пока что на этом всё. Не забудь писать за канал, поставить лайк. Я расскажу друзьям, они должны ещё покладывать вроде как взрыв. Здесь куча кирпичей отложил. Игра вроде не стрёмная, а кирпичик тут откладывает. Представляешь? Какое-то тоже бывает в этой жизни. Всё. Бабах. Взрыв. Просто была, правда, вспышка, а не взрыв. Таймер. Бабах. Хорош. Всё разнесло. Всё куда-то полетели. Бочки перевернулись, взорвались. Развернулись. Огонь напал, мовсю. Кругом всё загорелось. Как-то так всё разнесло. Какую-то башню эту квасоварную тоже нагнуло, походу, да? Её. Она сломалась. Вот и всё, ребяточки. Так что, скоро увидите, не переключаясь. Будет всё круто. И мне интересно. С вами был Шеранг. До встречи. Пока-пока. Всем пока-пока, ребяточки.